Что-то штормануло, короче, у них оборудование, ребята, все починил. Погладил, погладил, все вроде починили, ребята, да я даже поговорить не успел, могу в чат скинуть просто, что было, но она вообще уже морду на мышку положила, нет, так нельзя спать, ну, смотрите, сейчас продолжим. Нет, так нельзя спать, мало того, что вся в проводах, еще, ты никакой позвонить насчет нее, потери где-то, ну, между Тулой и Москвой были. Спасибо. 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 Да, она развалилась, вся проводами обмоталась, морду кладет на мышку и двигать мышкой, соответственно, совершенно невозможно. Да, она террорист пушистый растет, девочка, как она так кусается, я не понимаю. Вот эти визерки, их мозги-то нам и нужны для улучшения вещей на отличное качество, но у меня уже большинство вещей-то отлично. Ну, хватит, ну, мелкая. Ей важно, я понимаю просто, она старается лежать рядом с моей рукой. Поэтому она тянется, лапки вытягивает и все такое. На коврике для мышки, вы понимаете, коврик для мышки, на котором котейка лежит. Это жесть. Так, а, сразу же обнаружил скрытый символ. Мась, не задрачивай. Сломанный клинок, третья часть. Я нашел обе половинки клинка, я нашел богатую украшенную рукоять. В рейдерском стиле. Явно непростой клинок. Я на трейл. Очень непростой. Я на трейл. Я на трейл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше Дай Милищники Небесполезные Д ide Две Вода Вручный меч личного качества ну я понял да оружие я понял что после переманивания делал мне милишник как тебя не задрачивало переманивание чё скрытого тут тогда идем ниже нет паладины вообще охеренные нормально так просто заходишь комнату а там тебе не умершь и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, поехали Двизрак Экзарх Что-то простовато Нужен подходящий ключ Такой десятый уровень Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну почему нет По-разному играют Здесь спуск Ключ Адровый ключ Тысяча монет Древний крошащийся кость Все, что осталось Несчетного количества Жертв Откуда они здесь взялись Эти несчетное количество Жертв Хотел бы я знать О, вот так То, что себе Парсон, я не очень большой фанат магов При том, что бы до я играл именно магом Как смешно бы ни было Это корейская игра Они там все ебанутые В плане разработки И у них вечно какая-нибудь херня получается Поэтому маг у них был самым живущим персонажем в игре Субтитры сделал DimaTorzok Громовик капнулся Отдохните в логове небесного дракона Чат Напомните обязательно Отдохнуть в логове небесного дракона Магический пособ бледных теней У меня лучше А, вот тут что-то скрытое Алмаз Пойдем за припасами Потому что ниже спуск на 11 уровень 50 уровень очень маленький Но на 11 сулит что-то интересное Все как-то квестов немного Много боев Квестов мало Чтение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, тут зря не сделаешь Тяжелой сложности И у тебя этих припасов мало Из-за этого просто приходится чаще бегать Мало того, что бои сложнее Так еще и постоянно приходится бегать Пополнять эти припасы Сорты персов буду вообще несложно Непри Это Соло по-моему Нельзя Пиларс и соло нельзя Потому что здесь нет этого перка Одинокий волк Это во всякие Вейсланды Фоллауты Дивинити можно Под Файдер я не помню Есть перк Одинокий волк Не, я тоже долго персонаж сделал Мы еще и красили всем Чатиком Были красивые Сколько там внешку настраивали Забей Верю вполне В стелс и обуз механик Верю Во, Морган шарит Пресетики еще добавили Монг Вообще Однозначно Самые интересные механики Колдун тоже можно отыграть Интересно Какой-нибудь там Потомка дракона Если хочешь потомка дракона делать То колдун интересный будет Если просто бойца человека То А я любил монахов Вообще прям Ну мне норм Интересный класс Я Невервинтер Найтс Первый за монаха прошу У меня Потому что он тоже Очень танкованный Наряду с этим Наряду с паладинами Карамуча Кто Карамуча Карамуча Геншенпак Конечно забавно Но Я бы сдержусь Я бы сдержусь Карамуча Там Это Карамуча Продолжение следует... Продолжение следует... Вот да, если обычного брать, то я бы монаха взял, а если идти по пути дракона... А у меня был путь дракона открыт, но я по нему не пошел. Там вот наследника дракона, колдуна, можно было бы интересно замыть. Пепел. А в этой шляпе нету, короче, которая у нас-то на сайте. Сайт болтается. Новости. Дифтмарк там нету, стимовских купонов? Напиши на это вульф в конце концов, может что подгонит. А, там дороже? Дружище, не знаю, у меня нет купонов. Стериум может присылать гифтами. Я видел, он присылал, но через Казахстан там как-то это оплачивает, там тоже не так дешево. Лифт тоже присылал. Но наловчились. Марин, напиши в дискорде пацанам. В этом, в обходе ограничений. Ну, через Киви они делали, чтобы через Казахстан платить. А сам этот, стим на Турцию переводили. И у них там вообще цены дешевле были. Хотя, блять, это было вот просто так спустя. Было ближе, 11 уровень. Серьез, эта штука здоровая. Лавару, он не взялся. Ну, бать, как это, что он через Киви закидывал. Рифт. Рифт. Мамангар, там собаку шотно. Опять это переманивание, трёбанное, оно мне достало уже. Возможно, неудобнейшее дерьмо. При том, что у меня у всех взяты защиты от этого самого переманивания, понимаете? Окаменение не пройдёт, нехорошо. Покаменение, да? По левелу, не знаю, но... Окаменяют вообще, поговорю, по КД. Ой, не окаменяют, но вот... Переманивают. 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 Переманивают... засады в ту извилистая масса колючих шипов и толстых виноградных лос оплетает разрыв между стенами пещеры в растительности есть просветы вы можете заглянуть соседний зал но пролезть туда невредимым будет непросто давайте посмотрим что а ну чем проблема влезет паладина не лечит здесь переманиваю пары шестью не ограничиваются палочка сажуха становится Удачи! ты опять достаешь от саны топорик и его вообще забудь о нем круиз бежит танк переманирую танк переманирую танк переманирую танк переманирую танк переманирую танк переманирую Ну что-то вряд ли это был хозяин. Кростенькое, но очень удачное колечко. Угу. Продираться тут вообще не надо было. О, я помню был у нас сайт в Волготелеком, в интернете, там все что нужно было, клиент, Counter-Strike, Warcraft, Trillinage 2. Я помню в Ростелеком были свои сервера линейки, у нас был свой тульский сервер Акла 2, я помню эту херню. Зачем, по-моему, при участии как раз это было Ростелекома. В дикие времена. Вы все мечтаете о диком интернете? Как думаете, для стримеров сделают площадку? Ну, если вот так вот раз и вот раз. Как я помню, что Flylink DC вместо Торрента был. Заходишь в чувака какую-нибудь скачать новую комедию, а там Порева. Хорошо, если не гей Порева. Ну, если там будет нормальное качество, то мне плевать куда стремиться. Главное, что пацаны смотрели. Так, Летевиус, сбавойся. Группа фигур в мантиях преграждает дорогу. Их головы имеют жуткое сходство с пауками, которым кишат эти пещеры, а челюсти равномерно постукивают. В узком свете пещеры их круглые черные глаза сверкают, как драгоценные камни. Они смотрят, как вы приближаетесь. Вы чувствуете своеобразный зуд в голове, как будто кто-то пробегает тонкими пальцами по вашим мыслям. Заглушенное чувство скорби наполняет ваше сознание, затем раздается гораздо более громкий, предупреждающий крик одного из существ в мантиях, как один из существа поворачиваются к вам и нападают. Издрак старший часовой. Опять вот понимание у меня. Как они затракали переманивать? Так, подругу, убери уже топорик ко мне все подальше. Вообще больше не видел. Зеленые жижи корчатся из жирной личинки. Зеленые жижи корчатся из жирной личинки. Зеленые жижины. Нужно уберечься из жирной личинки. Издракать. друг казах есть друг казах какой обкуренный нет длс прошел и вот спускаюсь вниз под замком за дошел до двенадцатого уровня нормально там меч бахнул 5 процентным шансом обкуренный казах вон курен пепел он игру хочет купить ему игру гифтом скидываешь он тебе деньги через киви либо как там но через киви наверно так проще будет пепел видишь без проблем пишет у вас возникает царапающее чувство в голове а затем вдруг раздается пронзительный звон беспорядочные образы возникают у вас сознание вы видите массу гнезд прикрепленных к стене входящий в темноту пещеры обширная сеть паутины раскинулась где-то глубоко под поверхность если вы видите часовых чего ведь часовых которых недавно убили их сморщенные тела лежат на полу пещеры когда изображение исчезает перед вами оказывается еще одно существо с паучьим лицом но поднимает свои когтистые лапы вы чувствуете укол внутри черепа затем в осознании возникают слова произносимые совершенно чужим голосом орэч дуват хинароту врыкает над существо делает паузу его клыки подергиваются калэдвина фоста агрэн дегааре ты знаешь айдирский дипломатично все издает странный чирикающий звук у вас голове раздается языка айдира много поворотов колеса с последней мысли животное нарушитель здесь гнезда защищать большой риск защищи защитники мертвы животное насытилась животное слушать теперь не драться думаю на твоем айдирским стоит поработать много лет не говори на многие акценты эль тонк фрайл фэн элэртс много забыл но животное шутит говорит да не место для драки гнезда должны оставаться безопасности я не животное существо молча смотрит на вас какое-то мгновение гном животное просто поправляется оно и охранники напали на меня первыми охранники не пережили попытку спокойно отмечает существо хорошо я буду слушаться давай без фокуса без фокусов соглашает существо удовлетворенный визрак приветствую тебя добро пожаловать гнездо а живут на животному не нужно драться существо расправляет лапы визрак приветствует вас добро пожаловать гнездо животное сохраняет мир такие визраки визрак мгновение смотрит на вас затем на себя снова на вас что такое гном животное народ визрака видит что другие нет видит свет внутри слабой скорлупы он указывает на вас видит сильный пылающий свет многие визраки говорят без голоса сотни душ в великом городе страва кнарис эта колония великое путешествие животному нужно долго идти чтобы добраться туда похоже колония великий свет темноте голос визрака кажется мрачным несмотря на всю его бесплотность многие сердца жизни вместе строение да нибудь мы вернемся тут делаешь визрак ищет ищет знания для дома для колонии стравы кнарис далеко долгое время мы искали мы были банной памяти от доме сделали гнезда сделали новый дом и нашли нашли что искали хозяина этого места визрак показывает на стены вокруг растит адру не режет не ломает растит придает форму если бы визрак мог узнать тайну создает великие произведения статую машины визрак мог бы плести шелк и адру наши гнезда станут сильнее колония станет сильнее внезапно вы чувствуете как от визрака исходит грусть мы близки нашли машины кристаллы но наши нашли ядровых людей там внизу потеряли многих слишком многих он разглядывает вас внезапным интересом какой лут и опыт эчпачмак что такое чпачмак гноб животное силен побеждает других животных убил охранников мог бы помочь визраком что именно вы ищите вещи для изучения вещи из адры в руинах все ниже надо видеть как одну а делает адровых людей адра скорлупа до животному не нужно убивать адровых людей нужно только скорлупа также нужна часть машины часть как сердце машины адр и блестящий металл последняя часть адра не адр со стен другая чистая трудно найти чарик надеется такая есть внизу если гном животное принесет эти вещи визрак будет обязан животному поможет колонии поможет нам сможем идти домой после долгого ожидания за такое великое дело чарик вознаградит животное беляши с картошкой какая мерзость ну ладно попробую визрак издает характерный трескучий звук и у вас голове возникает туманное чувство благодарность тогда чкарик благодарен дорогу к руинам лежит на востоке разведчики прорезали камень нашли лестницы наш нашли больше чем лестницы теперь они охраняют нас от того что внизу животное должно объяснить задачу как историк пропустит с миром историк недобр животное позаботиться пуститься дальше на следующий уровень бесконечных путей визрак изучает вас насторожен пока вы приближаетесь его темные глаза блестят его голос у вас голове приятно мелодичен приветствую языка идира криви рад видеть есть много новых вещей много кристаллов это любишь блестящие вещи да блестящие много света много цветов венах мира собирается вниз к сердцу думает криви что не знаешь о хозяине в глубинах криви знает многое но не знает никакого хозяина может спросить чикарека что ты делаешь изучает эск арывар адру как растет формируется использовать с травы кнарис адра не растет криви узнает тайну криви тоже нужный припас исид помогает ищет пещеры на юге ей нужно время тоже идет одна криви не нравится куда пошла есть и сид собралась на юг искать пещеру взяла пауков для охраны криви немного беспокоиться но не смог остановить поиски да вот прощая языка идира я вам надо здесь по мосту на востоке пройти и ты все это прошла на каком-то там шестом левеле мне кажется жестковато тут для шестого левела было бы на кайга какие на храм ба им ба им бой конечно но он шотнулся вы понимаете этот мах просто шу с сила плюс два решительность плюс два охеренный тупо паладинский пояс и и и Нет, я пирожки с картошкой не люблю Самый, если пирожковое тесто, то самый лучший пирожок Все знают, что это пирожок с яйцом и луком А все остальное это от лукао Спасибо, что я Он переманил пёселя, мы пёселя убили Сейчас убьем его за это Просто новый уровень Я нашел все части клинка Таондра Тара Нашел все части Наш гном паладин Стильный, модный Как всегда Могучий Наш гном паладин Модальная Пассивная 25% урона против нет Вот контроль над телом, защита от испуга, доминирования и прочего Наши Вот это быстрое восстановление сейчас очень серьезно регенить будет Увышает устойчивость бойца, увеличивая скорость постоянного восстановления Меняет постоянное восстановление На быстрое восстановление Тиж Oz Идрой, идрой Ментальная крепость Ну да, я у всех взял ментальную крепость Что ж, нужно сейчас будет Клинок пойти выковать Узнать, что же это за клинок Что-то мы тут нашли Да я уже сам нагадался Я знаю, что на таких уровнях под конец Вот эти вот переманивания всякие Ментальные атаки Они уже становятся приоритетными Я говорю, самый сложный бой в подфайндере У меня был с ногтикулой Потому что она прям Вообще выносила мозг Клинок Так, выглядит немного здоровее, чем раньше так на я блин на среднем уровне сложности и 0 проблем тяжелом почти нереально предпоследним я дрался там вообще жопа последний с уровня сложности не знаю как проходить по-моему это возможно только определенным составом пати принципе ну никак иначе ты не убьешь ты сражаешься с ней если ты идешь по пути ангела с ногти кулы пути трикстера причем самый сложный бой как я читал потом в прохождении именно на пути трикстера она самой сильной форме своей пути трикстера и это кстати косяк игры потому что бой с ногти кулы более сложный чем бой финальными боссами но там просто всех нон-стоп держит в очаровании купать это среднюю ставить сложность там вообще очарование плевать она не проходит а даже ну как бы если ты ничего для этого особо не делаешь максим вот на тяжелый на 2 обмазываться по полному всеми бафами хуявками так далее это у тебя полпати будет в очаровании стоять стабильно нет ангел может с ней сражаться а я говорю у трикстера это мастхэв трикстер вообще с ней сражается ты финальный босс для него она практически казать ему части клинка бесконечных путей я нашел все части этого древнего меча сможешь восстановить ага это будет большая честь для меня не часто видишь такую искусную работу проводит мозолистым пальцем по кромке одного из осколков это займет некоторое время но обещаю что результат будет стоить это лучшая моя работа если так можно сказать жаль только что я не могу сочетать ее полностью своей и и ног бесконечных путей добавлен в рюкзак и оптан давали спасибо что же за клинок у нас и ног бесконечных путей с ток двуручный тоже двуручный сток я как баба уникальный двуручный сток точность плюс 12 превосходного качества скорость атаки плюс 20 процент точность союзника при атаке той же цели 11 из 14 из очарований он безумный но его чтоб улучшить надо аж два этих надо два слитка очищенного дурганского железа но и блядь но сейчас я не могу еще заработаю хорошо хорошо автор сказали перинару ну тут работаю с пеплом он общается чего пристали против древних зачаруем а где еще этот дрегант камни взять то блин слитки и оба улучшить спасать мир это разве не работа да я работаю я работаю сижу на работе ой все все начали камнями для роботяга я работаю дайте кидайтесь кидайтесь в стримера пасфайнер лучше однозначно лучше пасфайнер скал гарп проходя пиларс правильно это призвание или как это дмб было это половая ориентация ну не при ты видел нас этот двуручник вручим второму нашему паладину у меня бы два паладина с двуручниками теперь я всегда нашел крутой какой-то меч такой надо перекачиваться тут же новый крутой меч не используют эти мультикласс если тебе не нравится до 1 чем проблем берешь и не используешь вот так вот раз и не используешь слабо я же почти все отстроил кстати начнем пиларс 2 лучше первых кроме того что там есть пошаговый нормальный режим ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Соска олигарх 4500 за двух котов Подстричь Взял бы машинку Сам их обкарнал Да вообще Вы чувствуете резкую и внезапную боль В голове немедленно следом за ней Суровый чужой голос Существо издает своеобразный трескучий звук Прежде чем его голос раздается у вас в голове еще раз Я называю его нарушителем Убийцей, сжимущимся к свету Куда оно идет? Я ищу хозяина Ваш войск попросил нас собрать образцы адры Чтобы помочь колонии Чарик просит это? Визрак тихо шипит У этого Почувствовать приглушенную волну Прямо из лобы Тогда иди Адровые люди раздавят его Как зайца И чарик снова пошлет нас Что за адровые люди? Как удобно Ну видимо что Из адры Адровые люди Два часа ада То есть понимаешь Ты заплатил деньги И еще ты сам его держал То есть это не услуга под ключ Когда ты отдал животное Потом забрал А оно подстриженное Довольно И все Хорошо Нет Адровые аниманки Моэн икси Анна Моэн Ошь Ловару Блиренси Призрак одетый в странные одежды, держит руки над разрушенной машиной, как бы готовясь потянуть за какой-то невидимый рычаг. Говорит что-то на языке, который вы не понимаете и тянет за деталь. Призрак делает паузу, но, кажется, не обращает на вас внимания, продолжает заниматься машиной, не отвечая. Тринадцатый уровень, одно. Сад к подземелью, так к подземелью. Мне очень понравилось, как в третьей балде лагерь гоблинов сделали в самом начале игры. И в самое начало игры, насколько интересно. Курси! 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 Я в итоге там всех убил. Я готова. Спереть, он полечился. Я трупов призывал мечом. Чего ты вскочила головой и ударилась? Спид, спид, потом знаешь как вскочила. Бум головой и АП в потолок. И опять спать. Такая смотрелась фигня какая-то. Развернулся и опять дрейфнет. Пять киллок. У меня старая масса весила полтора кило. То есть уже мало для кошки, но у нас старенькая была. Поэтому... Пять киллок. Пять киллок. Двенадцатая сложность. Хорошо, что я выучил. Это туманная фигура высокая и широкоплещая. Лицо ее меняющееся и размытое обращено в полу словно дух прибывает глубокая задумчивость. Вы слышите тихое бормотание повторяющейся молитвы. Время от времени кажется, что дух колеблется на месте. О, отлично, еще мертвецы. Дух поворачивается лицом к вам стремительным движением. На мгновение его черты становятся размытыми. Затем превращается в то, что кажется лицом мужчины. Кто глазок стремлены на вас. Он ничего не говорит. Бездвижно наблюдая за вами. Ты меня понимаешь? Дух смотрит в молчании. Мне очень хочется. Следующий кусок адры. Комменты хозяина. Что адры мне надо собрать? Не знаю, у меня охотница, потому что гномка. Комменты хозяина. Необыкновенность. Убирая. Убирая. Пара-леча не eder, сейчас. Комменты хозяина. На нитре. Затем, что называется. Субтитры делал DimaTorzok Туманная форма, короче они вообще не слышат, просто они стоят и не слышат меня Субтитры делал DimaTorzok Опять та же херня что ли Стрим живи Я понял, ребята, я понял, что... Вставай на пепел Со звуком все ок, то есть вы меня слышите хорошо, без прерывания, да? Попробую опять позвать Ростелеком, Ростелеком Сейчас скоро будем заканчивать Ну смотрите, давайте вместе послушаем Здравствуйте, вас приветствует компания Ростелеком Обращаем внимание Обращаем внимание В настоящий момент существуют ограничения в интернет и трансляции каналов интерактивного Мы принимаем все необходимые меры для восстановления сервиса Восстановление сервиса ожидается после восемнадцати часов 80 минут Современные неудобства Вот такая вот херня Не знаю, слышали вы, нет? Принимает, проверяй Ну вы слышали Да, ребят, давайте тогда до завтра Че, завтра продолжим этого хозяина искать Пока лагать не будет Давайте, мужики, до завтра Пока-пока Не скучайте, завтра увидимся Да, погнал я Да, погнал я Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...